Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе испечем булочки с творогом и сахарной глазурью. Любимое сдобное тесто, сочная начинка и сладкая глазурь сверху. Невесомые, воздушные, нежные и безумно вкусные булочки. Порция большая, для большой компании или для семьи на несколько дней. Для сдобного теста нужно 450 граммов муки, 100 мл теплого молока или воды. Я беру смесь молока с водой по 50 мл. 27 граммов прессованных дрожжей или 9 граммов сухих быстродействующих. Три небольших яйца категории С1 или чистым весом 150 граммов. 75 граммов сахара, 1 чайная ложка соли и 45 граммов мягкого сливочного масла. В жидкости растворяю дрожжи. В миску, где буду замешивать тесто, разбиваю яйца. Всыпаю сахар. Перемешиваю венчиком. Вливаю дрожжевой раствор. Теперь всыпаю муку и соль. Сразу всю муку не добавляем. Примерно 1 столовую ложку я оставляю и добавлю уже в конце, если понадобится. Замешиваю тугое тесто. Когда оно соберется в комок и начнет отставать от стенок миски, понемногу вмешиваю мягкое сливочное масло. Частями. Когда часть масла вмешалась, добавляю следующую часть. Когда все масло вмешается в тесто, вымешиваю его до гладкости, минут 10. Если замешивать в планетарном миксере, нужно сначала соединить все ингредиенты и замесить тугое тесто. Потом добавить масло. Для миксера масло можно брать из холодильника. Готовое тесто гладкое, эластичное, практически не липнет к столу и рукам. Мягкое и пронизанное пузырями воздуха. Миску смазываю маслом без запаха. Помещаю в нее тесто, накрываю и оставляю для брожения на 2 часа. Через час тесто нужно аккуратно обмять. Когда тесто будет готово, можно сделать начинку. Для нее я беру 300 граммов творога. Предварительно протерла его через сито. Творог лучше выбирать более сухой. 2 столовые ложки сахара. 1 чайная ложка кукурузного крахмала. Если творог слишком сухой, можно обойтись без крахмала. 1 желток. И добавляя цедру лимона, можно ваниль или ванильный сахар вместо цедры. К творогу добавляю сахар. Желток натираю немного лимонной цедры. Хорошо перемешиваю. В конце всыпаю крахмал и еще раз перемешиваю. Тесто делю на две половины. Одну прячу под пленку, вторую буду раскатывать. Стол нужно щедро присыпать мукой. Тесто кладу гладкой стороной к столу и раскатываю в тонкий прямоугольный пласт. Стараюсь тесто раскатать максимально тонко, толщиной примерно в 3 мм. На тесто выкладываю половину творожной начинки и ножом разравниваю по всему тесту. Теперь края теста по длинной стороне складываю к центру. Прохожусь пальцами по шву, чтобы хорошо соединить стык. Теперь заготовку разрезаем на 10 частей, чтобы получилось 10 булочек. Я разрезаю ножом для пиццы, можно и обычным. Беру кусочек теста, перекручиваю несколько раз и выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой на расстоянии друг от друга. Накрываю булочки и оставляю подойти их на 40 минут. Также нужно сделать и со второй половиной теста. Выпекать буду на двух противнях поочередно. Духовку разогреваю до 200 градусов. Перед выпечкой, когда булочки уже подойдут, взбиваю яйцо, добавляю к нему половину столовой ложки молока и смазываю булочки и тестом, и начинку. При 200 градусах выпекаю булочки 15-17 минут, до румяности. Булочки очень нежные, поэтому лучшим решением будет оставить их остывать на противне. Когда они остынут, делаю глазурь. Я беру стакан сахарной пудры, по чуть-чуть добавляю горячую воду и интенсивно перемешиваю. Глазурь должна быть достаточно густой. Воду добавляю совсем понемножку, чтобы изначально не сделать ее слишком жидкой. Смазываю булочки. Если глазурь все же получилась жидкой, нужно добавить еще сахарной пудры. Если в процессе покрытия булочек глазурь становится густой, понемногу добавляем воду, по несколько капель. Булочки получаются невесомые, очень легкие, нежные, сочные, необычные и неприлично вкусные. С начинкой можно поиграть, но творог мне особенно нравится. Он дает булочкам сочность и они долго остаются мягкими и свежими. Удачной выпечки, друзья! Спасибо за лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С нетерпением буду ждать ваши отзывы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok